Музыка Музыка Теперь я расскажу, как я пришел к этой вот идее. Да, ну вообще о краеведе я хотел, пускай о краеведе. За те несколько лет, которые я занимаюсь, я познакомился со многими хамперскими мельвенами, кто занимается. Сейчас с помощью интернета остаются большие такие пласты, история развития нашего города. И я практически, наверное, знаю всех, и меня, например, взаимные встречи, появляются сообщества, форумы и так далее. У нас, Василий Петрович, мы с ним трудились на Звучитченко 40 лет вместе. Он одним отделом руководил, я другим, совершенно. А в котором на форуме встретились замечательные отделы фотографии Харькова, Харьковской области. И вот есть такой очень известный харьковский привет Георгий Семенович Никольский. Георгий Семенович Никольский, он вообще-то, я и в книжке везде его отмечаю, потому что он занимается таким подвижническим трудом, создает такой великолепный и конкретный портрет нашего города за последние 150 лет. Собирает эти материалы, он очень скромный. Он даже, я когда-то, когда начинал, я предлагал, давайте напишем вместе. Ну, он говорит, нет, ты пиши, ты твое. А я занимаюсь своим делом, но он разрешил мне использовать зиму материала, он мне очень помогает. И я думаю, что когда-нибудь Харьковская администрация отметит его. Потому что все краеведы знают, что он делает такие, сидит в архивах, добывает эти материалы, главные систематические, практически все улицы нашего города и разные истории тогда. Есть, в последнее время появились, во-первых, есть у нас в старом Харькове, тоже ребята Ильченко и Стальник. Затем появились маньяки, которые еще глубоко копают в историю. Глаза Тренинда, то есть такие пласты, и про художник, и про артистов. То есть они поднимают то, что мы, вообще-то говоря, практически ничего не знаем. Вот я по себе сужу, что когда сейчас изучаешь эти материалы, это все для меня не знакомо. Кажется, Харьков для меня был и во многом остается в ТВ. И не только для меня. Я знаю всех своих друзей, когда мы с ними общаемся, выясняется, что мы не прожили уже по 70 лет, извините, а знаем очень мало. И вот это, так сказать, меня заставило каким-то образом... Сначала я просто выбирал картинки, потом для своих друзей делал такие книжки большие. И первый раз, когда я случайно наткнулся, что в Харькове проводится конкурс имени Масильского, за неделю до окончания конкурса, я потом узнал, я слышал там свои эти с блога материалы, принялся, сдал на конкурс. Это было в 10-м году. Меня, конечно, брать не хотели, потому что там было очень много фотографий, сказали, что у нас тут не фото, конкурс, а литература. Ну, я все-таки девушку уговорил. И в результате, когда объявили результаты, как раз я получил первую премию, это меня завлекло в процесс. И тогда же, когда проходило это рождение, Сергеевич, у меня чертово поздравил несколько выдающихся достижений, я сказал, мы обязательно печатаем нашу книгу. Я, конечно, тогда был очень молодой, но я была все очень сочетательная, я поверил в это, никто не печатал. Поэтому, когда прошло несколько лет, я решил еще раз. Ну, как-то, чтобы я получил дело в случае. Я в 2012 году вместе с администрацией Октябрьского района они мне предложили сделать выставку в дню города. Скорее, я предложил, но они им очень понравилась эта идея. Я, как человек обязательный, сделал 12 стендов, играл в макеты. За две недели до дня города принес им. Но выставка не состоялась. Потом они от меня как-то прятались дома. И я понял, что... А, жалко, я потратил два месяца или три месяца это дело. Я сложил это, и получилась у меня вторая книжка. Я тоже с этой книжки выезжал в конкурс этот, в 2013 году. И понял, что, в общем-то, надо где-то делать самому. Вот через два года я все-таки пришел к выводу, что книжку надо делать самому. Я ее сложил всем. Дело в том, что у меня был принтер такой. Я когда первый раз выиграл премию, я на этот день купил принтер какой-то сведой. И для своих друзей книжка я тебе печатал. Но он в прошлом году, в декабре, принтер приказал долгожить. И я понял, что надо... Друзей много, так сказать, книгу делать очень это митинно. Поэтому я обратился в издательство «САГО». Они мне сказали, что они не могут. Короче, они предложили рядом там издательство «ФАКТ». Там замечательная Людмила Николаевна. Она... Есть сразу книга, наверное, у нас. И мы напечатали. Оказалось, что процесс очень просто. Надо заплатить определенные деньги. И никаких проблем нет. Она выпущена в авторской редакции, эта книга. И я, так как у меня все-таки инженерный опыт работы, я всю жизнь занимался какими-то инженерными проектами, поэтому я вместо введения написал пояснительную записку, чтобы каждый делал из любви, и он понял, что вообще, что это за документы. Я сейчас зачитаю пояснительную записку. Она короткая, но она объясняет много. Каждый человек, если ему хватило здоровья, терпения, оптимизма, а также немного фарта, вполне может дожить до пенсии. Несколько лет назад, рождаст, ранее ревностно следивший за моей трудоспособностью, неожиданно, но весьма любезно согласился мне выплачивать небольшое вознаграждение, чтобы я проводил дома не только свободное, но и рабочее. В результате я уже давно не хожу на работу. Теперь я пенсионер на стадии медленного падения в детство. Этот этап неизбежен, так как неожиданно свалившийся в свободное время, пробуждает у нас давно лучшие инстинкты любознательности. Говоря за рубежом, пенсионеры находят удовлетворение в путешествиях по всему миру. Я бы тоже поездил, но вы меня правильно помните. Я все-таки отправился в путешествие, но еще в такое непредсказуемое и совершенно бесконечное. С самых юных лет и к продолжению всей жизни я считаю Харьков удивительным и прекрасным городом. Но раньше любил нафтемлю. А теперь пытаешь понять, за что. Для этого влез в интернет, я стал находить о Мирославе по ритуальным папочкам фотографии и тексты о родном городе за последние полтора лет. Изучая собранные материалы, понял город, зная очень поверхностно, это меня за лимой погнало в прогулки по Харькову, с единственной целью выяснить, в каком собственном городе я прожил столь до времени и за что я на такой публике. Весь цикл прогулок, сколько их будет, даже не загадываю, объединил в общем названии путешествия в провинциальную страну. Почему? Объясняю в самой первой прогулке. Особых охотников издавать в моей очерке не обнаружилось, да и я не особо зацикнулся на этом. Но любимая жена как-то сказала, что такие, вот она так же так, гениальные творения издает обычно, когда автор удаляется в мир и дой. Вместо того, обиданного, и дойдя. Гениальность, она конечно занула, тем более, что ни одной строчки из моих творений никогда не читала. Вообще, мы делали, что эти мои занятия, плохо скрываемые форму вели у меня трапой по дому, кое-как всегда в избытке, а в частном секторе особо. Может, она и права, как всегда. А теперь о книге. Мне часто говорят, что уже очень много книг в дарах. Они действительно, я больше расскажу, что в дарах. Я же, собственно, я же наоборот еще одной сотне, две добавил еще и еще. У кого из моих земляков, сверстникам не еблит сердце, от этого беда. Трамвайная пробка полутора кавалинных лет, лошадка из времен Непа, еще не снесенная дореволюционная баня, четыре совершенно одинаковых киоска, а других не было вдоль набережной. И все вместе отпечаток из нашей давно ушей, чем не такой незабываемой единицы. Так и складывал я свои рассказы, разрядывая часами фотографии из своего виртуального архива. Очень благодарен всем, кто публикует в сети фотографии Харькова разных лет и комментарии. Свою задачу вижу только в портретке сложить выбранные материалы, с которыми будет увлекательный рассказ о нашем городе. Но я уже говорил, особо благодарен Симон Алексеевичу Никольскому за теплый воздор моей работы и главное за его фотографии с комментариями о Харькове, которому в Польском Союзе регулярно опубликуют на своем идее. О Никольскому, что я хочу сказать, я не буду повторять. Огромное спасибо Владимиру Оглубленному, прекрасному художнику, хранительную уникальную фотографию Старого Харькова, который я тоже позаимствовал для улучшения качества своего повествования. Надеюсь, своим текстом я хоть немного добавил информационные ценности для тех читателей, которые знают наш город еще не о чем. Конечно, я очень признателен издательству факта, которая в это непростое время помогла мне вынести в свет мои записки. Удачи всем, кто возьмет руки эту книгу. Станислав Шварц совершенно не слышит, так как себя определил. Ну и Михаил Михайлович Красик, известный краемед, наш он тут написал как это называется, претисловие, да? Я когда прочел его, еще он мне прислал, я ему позвонил, Михаил Михайлович, вы же сегодня не пьющий. Он говорит, нет, все там правда. Ну, я поместил, я даже не любил бы читать, что тут написано. Но ему, как говорится, опытному краеведу, члену Союза писателей, директору Харьковскую, тут у него столько титулов, что я только часть с ума поместил. Вот, это ему видит. Вот такая получилась у меня эта книжечка. Я тогда, вот она так выглядит, тут редакция написала, что книга печатается, ну, чтобы не было никаких ошибок, все это дело, уже сказали, но вот я продаю хиспроварку тихоньку, это уже у меня четвертый урок издается. И, ну, я сказал, издается в авторской редакции. Тут даже такие обзывают меня дизайнером, что-то дизайнер, конечно, даже шутки. Но эта книга действительно, так как я им сказал, эту книгу задуман, и писал, да, если уставить, я сам. Ну, сейчас просто берешь, кончить, это не достать. Ну, я хочу сказать, когда я начинал, вообще говоря, я знал, что книга должна быть интересной. Ну, так интересно. Я прочел достаточно много книг о Харкеле. И, честно говоря, ну, 20 страниц я выдержал, ты же смотришь фотографии и так далее. Я старался сделать это каждый, я тут 18, не знаю, сколько там добыл, чтобы это был отдельный рассказ. И, насколько это удовольствие, не знаю, я так старался. И такой формат еще удобен тем, что я могу эту книгу, сколько времени, понятно, расширять бесконечности. Я написал про шести, ну, сколько у меня тут, восемь архитентов, а их же намного больше. И есть такие, которые, в общем-то, надо было, я потом объясню, почему я не смог о них написать. Вот. Формат так был удобен. Почему? Немножко, потому что, знаете, у нас, вот, Василий Петрович, подпадил, у нас был главный взгляд такой, Николай Павлович Кондратенко. Книга как-то к тебе попала, а мне звонит, говорит, слава, ну, все, книга, такой труп большой, Как-то несерьезно написано, и с юмором, ну, это же серьезно. Ну, я понял, что на всех не угодишь, поэтому я от него за это, может, он тоже пошутил, ну, хотя на него, так, и не 8-8-8. Но юмор, тут очень много смешных моментов, это то, что я никаких вещей никогда не заимствую, никогда не заимствую, и поэтому, то, что мне попадало с жизнью, я некоторые моменты, которые можно привязать к, значит, к книге, я тут выделил, даже у меня есть страничка одна, где такие вот, мне кажется, интересные моменты, смешные. Сейчас вот у нас идет большое переименование, я, конечно, когда писал эти свои рассказы, тогда еще про переименование не говорили, не такое у нас, но я чувствую, что скоро переименуют весь наш город вместе с... Я тут вообще писал про переименование, что у нас все жизнь переименована, это не так страшно, можно привыкнуть. Ну, вот, по ходу дела, хотел бы сказать, как вообще может переименоваться улица просто так, без участия административной кубики. Есть на холодной горе улица Стефисова. Почему типную улочку в частном секторе назвали именем великого английского создателя первого в мире паровоза, вопрос виталийский. Для меня же она запомнилась такой метаморфозой, которую я неожиданно отследил, читая одно и то же название улицы на разных домах. Пройди несколько тому от начала, с удивлением обнаружил табличку с названием улица Стефансова. Ну, еще более удивился, чуть дальше читая новое название улица Стефансова. Затем увидел следующий вариант улицы Стефансова и уже предвкушая развязку короткой табаневинской манитюры на последнем доме обнаружил заветную улицу Стефанова. Жаль подумал, я коротковато улочка, а только непременно трансформировался бы через несколько домов в улицу Стефаненко. Ну, я не думал, что ее переименуют в улицу Стефанова, тем более, что Стефансов все-таки коммунистической идеи не имел большого отношения, ну, разве что привязать наш паровоз вперед и идти к коммунистическому, но, ну, тут Стефансов абсолютно не приделал. Вот такая вот получилась... Ну, так, может, многие улицы у нас бывают таблички, вот еще... Вот по улице иногда ходишь, попадаешь, и всякие интересные истории. Я вот приведу некоторое, значит, ну, мне нравится, как-то возле известной бани на родной холодной горе меня остановил человек кавказской национальности и спросил, сказал, что у него акцентрик, а работа, почему к бане нельзя зайти одному? Не понял, кто вам сказал? Написано так, видишь, баня парная. Того все равно произнес угоряет на дружу. Нет, дорогой, там написано баня парная, твентьюне, почти не его родной в языке, и уверенно сделал удаление на срок. Спасибо, так, значит, можно одному демократически не очень вместо двойного. Это баня, сказал он вообще. А вот такой вот, чисто бытовой, значит, на базаре, в базаре всегда что-то диалог между покупателями, продавцом. И вот некоторые диалоги, они действительно, получается, я пишу один из них, я люблю на углях приготовить пувринные голени, теперь это называется на французский манер. По-привычке покупаю сходу продукт на рынке вот мы симпатичные подручницы, и всегда с ней пишу, и в этот раз попросил, мне как обычно десять ножек и как всегда только правых, ничего не подозревает насчет других. Прозлащи, создави меня милейшей улыбкой, ходящей, как я уже давно понял, он сливился в стоимость продукта, сообщил, зачем-то, сегодня правые особенно хороши. Спасибо, красавица, расплачиваешься, отхожу, но не тут-то было. Стоявшись за мной, женщина, вдруг резко заявила, а нам что, достанутся, не левые? Это не справедливо. Я протестую, мне из них ничего не уходит. А правы всегда достаются таким, как этот. Ну, бывает просто короткий момент, знаете, я когда-то ехал в командировку, еще когда работал, захожу в вагон, ну, уже поезд тронулся, как раз прямо с работы, и спрашиваю проводника, а уезжать у вас в ресторан, вагон, или буфет есть, ну, для посадков, вполне может быть. И все, я пошел, да, я пошел, ну, и было очень не другое, я расскажу своим проводникам тоже. А, или в трамвае, я ехал в трамвае, это было, ну, конечно. И подходит парень, встает, в стране, подходит, как-то чего-то по мне, и спрашивает, который час? Я говорю, без восстегового, пора выходить. Вот такая вот, спокойная, не такой актуальный, пунктуальный человек, который молодой, что-то не знаю, что там. Да. Ну, и такие вот случаи бывают, знаете, как-то на, вот, у нас, добрые знакомые, мы как-то, я ехал, они были на дачу, а я ехал к ним, зашел, пинтышку надевали, а там, мужчина продает, и и подходит женщина, вот эти газеты недельной давности, я просто сказал, а что такое, вы читали, войну и мир? Она пересоврала, что читала, так когда вы ее написали, мы все пори читали. Я почему это говорю, знаете, я недавно настрелся на, в интернете, есть, бойся, обязательно, что-нибудь на скучу, с нашел, скульпом, Куренец, Карцев рассказывает про Одессу, он вообще рассказывает, что Одесса, это особый город, у них юмор там, я согласен, конечно, Одесса, сейчас уже не такая особая, в связи с тем, что там большая иммиграция, иммиграция, вот, но тем не менее, он рассказывает эти байки, но Одессе повезло, Одесса, во-первых, море, туда всегда приезжали романтично, и не только романтично, писатели, композиторы, они воспевали, не столько саму Одессу, сколько воспевали этот, даже когда, вот, когда фильм идет Одесса, ну там что, обязательно надо ставить Одесский город, сейчас уже, может, его нет, а может, еще остался, но это, придет такой колорит, и этот город, поэтому выделяется, я, для меня, я понимаю, что Харьков, это Харьков, Одесса, Одесса, но для меня всегда, так как я, не хочу говорить слово патриот, потому что не хочется выглядеть грубным патриотом этой жизни, поэтому я скажу, что я просто, я люблю город, и всегда отстаиваю, вот, вот, когда еще раньше, когда ездил в кандидровки, там, всегда встречаюсь людей, всегда доказывал, хотя тогда я вообще ничего не знал, но все равно доказывал, что город уникальный, совершенно неповторимый, а потом, когда почитал все это дело, ну так и есть, так и, наверное, и другие города так и есть, но, надо город показать, вот, город показать, предъявить, сделать из него, так сказать, фишку, из всего города, поэтому я, я просто мечтаю, что когда-нибудь, может появится, большая книга Харькова, где, ну, я за себя не говорю, а вполне и поталантливые люди напишут такую книгу, которую действительно, ее будут читать везде, и с большим удовольствием, а я просто пытаюсь, да, не даром, вы знаете, я как-то, я когда всегда дома раскладываю, что у вас есть, а у вас есть, у меня небольшая, я делаю, опять-таки, по инженерам, у меня про улицам, по домам, все разложено, по именам, по архитекторам, я начал смотреться, у меня такая, где Харьковша, я начинаю смотреться, я говорю, их не знаю, и я там, может, и кого-то знаю, кого-то слышал, но мало кто знает, что, допустим, там Евгений Мамут, значит, лауреат, оскоровский лауреат Ульеха, когда-то делал фильмы, еще, а ты, да, оказывается, Михаил Водяной, одессит родился в Харькове, еще один одессит, город Куэллес, тоже с детства, тот самый взрослый, прожил в Харькове, совершенно неопротновенный в своем, это вот Игорь Муперман, тоже наш человек, и я еще обращал внимание, что вот если брать какие-то, вот возьмешь фамилии, смотришь, вот какой-то уникальный, вот актер, много народных артистов, а есть всенародные артисты, вот скажем, если, ну, сюжетер все знают, если бы она даже не была народной артисткой, но она совершенно неповторимая, уникальна, так же, как наша Люся Гошенко, и потом натыкается, где-то в Ройсе, вдруг выясняется, что Йозеф Шиленгер, который окажется, был учителем Гершина Миллера и Грузина, великий экзазмеда, родился на улице, на шляпной перегулке, а папа у него полз, держал магазин по продаже шляп, но все равно пошел по другому пути, а для меня это оставалось, я понял, что такое слово «делай шляпец», я прочитал, и начинаешь, та же Ида Мишель, может, больше знает, но как-то она у нас тут не сильно представлена, она же тоже совершенно уникальная, вот такая, угловатое вся, высокая такая, а выдающаяся оказалась, там знают, у нас не знают, так же, как у нас не знают Брайловского художника, Леви художника, мы знаем, что у нас был Уэпин, и то не у нас, а рядом, но еще там, там есть, которых мы знаем хорошо, там Исельковский и так далее, но Юрий Кноросов, ну кто знает такую личность, это же выдающийся человек, гениальный, он считается одним из самых гениальных ученых 20 века, он никогда не был в Мексике, он разгадал письмена в мае, они не смогли разгадать там, эти из каких-нибудь предки, потомки, во всем мире занимались эти люди, но он сидя не в Харькове, а в Питере, в библиотеке, разгадал это дело, и вот такой, кто его знает, а там страшно знаменитый, потом и у нас ему дали, у нас всегда был потом, вот, или Михаил Гулевич, это уже, как говорится, ближе к инженерным делам, но все знают МИИ, что такое буква Г, это Агуревич, знают, что Микоян это МИИ, а Агуревич это Агуревич, а там кто больше из них сделал, просто Микоян у него родственники были, а Агуревича происхождение другое, поэтому он в стороне, слава богу, это написали. Ну и можно перечислять долго, 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 и там Александр Винклер, оказывается, был такой у нас музыкант, был учитель, Прокофьева, и вот это все, я как раз, когда задумываю следующую книгу, я хочу как-то сделать такую прогулку, привязанную именно к этим именам, потому что, конечно, в этой своей тоже не обошел, ну я натыкался на какие-то знаки, но все-таки здесь все больше, по архитектору, и так далее, а такая прогулка, наверное, была бы интересна, и еще, вот когда будешь на такой, приходят всякие эти, всякие идеи в голову, даже головы неправильно устроены, понятно, но в принципе, они приходят и начинают тебе морочить эту голову, а ты, значит, фейненсеры такие мысли, вот я еще помню, когда первый книжку, первый рассказ писал, про пациент, я написал там много вещей, которые потом оправдали, я не знаю, я понимаю, что никто из руководителей Города не читал моих книг, но тем не менее, мне приятно было, я тогда еще писал, что хорошо бы там фасад сделать, это, конечно, не так, как они сделали в музее, хорошо бы судохоста, что у нас появилось на реке, тогда не было еще судохоста, хорошо бы мост построить, я, правда, предлагал на Стрелке сделать мост с тремя опорами, как бы сказать, все три исконно-хальговские земли в одну единую, но к этому моменту уже, потом, через год, появился мост вот этот, он красивый там, но я смотрю там, по замкам, он для молодожопа, тот бы мост, он бы связывал, все три уже, и там бы какую-нибудь, такую пирамидку, и, в общем, это было красиво, ну, правда, там сейчас и так красиво, без моста, но с хвостом было лучше, ну, и по реке, конечно, вопрос, много, потому что река, которая есть, вот в многих городах, и многие такие маленькие реки, они являются украшением города, а у нас тут центр сделали, сразу вообще изменил, а чуть дальше, там собрался не пух, вот, и еще, и кое-какие, то есть сейчас, вы не оставите, я буду глава, у меня была еще идея, идея архитектурного театра, это я когда, у Максима мы с ним беседовали, я когда первый раз попал, в разночетную, на его эти, лекции, а у него здесь же вообще-то, говорят, театр, они, я ему так и сказал, говорю, Максим, у тебя, у меня появилась идея, ну, не с Максимом театр, у меня появилась идея, архитектурного театра, это сейчас, когда можно делать 3D-модели, можно сделать, тут книги описаны, это идея, именно архитектурный театр, тут восстановить, Харьков 30-х годов, ну, какую-то часть, совершенно мы не представляем, какая была площадь, скажем, которая сейчас называется, Пролетарская, когда она еще была Сергиевская, потом она превратилась в скверы Пролетарской площади, она была совсем друг, она была вообще застроена, сейчас там ничего нет, там пустыня, а это же интересно, это, скажем, площадь, как ее, Конституции, она же тоже и очень извинилась, практически там очень, мало что осталось, а была, стояла Дворянское собрание, стояла там, сапор, никак не могу успокоиться, зачем-то его снести, трамвай, и трамвай тебе снесли, а сапора нет, это же было потрясающее, совершенно, сооружение, она совсем другая, была площадь, она и сейчас, конечно, я считаю, что площадь, ведь Конституция, самая красивая в Харькове, но, тем не менее, жар, и посмотреть, какая она была, это вообще не было бы интересно, есть еще другие проекты, другого забивать, да, и, ну, собственно говоря, давайте перейдем к самой книжке, про рассказы, потому что это, я пришел, да, вот, вот, сейчас я там, просто, это же на ответ, ну, эту картинку увидели, первый, первая, первый рассказ, который, это, сначала я расскажу немножко, вот, вот эта фотография, которую, года два назад, Агноблин выбросил, своих входов, она меня как-то задела, я даже написал, что она меня подвизнула, потому что, чтобы написать вот эту вторую книгу, потому что, она уникальна, хотя, казалось бы, ну, что тут, это Боговещенский базар, вообще, Боговещенский базар, вот это, пересекает, идет к реке, в переговорах, тогда Мордвиновский, сейчас это, Кравцова, ну, сейчас того, что там, их же еще нет, там, лет 30 назад, начали строить, бассейн, 100 метровый, до сих пор строят, и он же, до сих пор, его и не строят, но он заслоняет весь этот пейзаж. Интересно тем, что вот тут вот коробки пасутся, там, где сейчас базар, они ничего не подозревают, что они пастись, уже недолго осталось, и вот эти вот, и хорошо видно, значит, там, колобья гора, даже виден, там, виден, там, этот, тюремный замок, вида церковь, я почему на меня тронул, он сказал, потому что, прошло, это, собственно, 130 лет, вот этих домов, которые я хорошо помню, уже нет, лысая гора, лысая, там, там еще церковь, которая была на Мураново, тоже уже нет, но она как бы связывает 130-летний промежуток, во что-то единое, и она меня, так сказать, так и дергала. Или вот этот снимок, тоже это поведение, вот тут, это начало Плачковской, вид на Пахровский монастырь, часовня, которую зачем мы свесли, и вот бабушка, я прикинул, бабушка родилась еще при Пушкине, а вот она идет на базар, идем газопродуктами, и тут, или вот этот вид, мне тоже очень нравится, это вид с Харьковского моста на, на набережную Харьковскую, ну, здесь, собственно говоря, осталось только вот это большое здание, больше тут ничего не осталось, дальше, да, там дальше еще. Ну, то он на горе тоже живой? Ну, я имею в виду, по набережной станет. На горе, да, да, ну, вот, видна кирка, видна, которую немецкое вторжение выдержало, а наша, нет, ее снесли, значит, она, по-моему, значительно красивее, чем то здание, которое сейчас стоит. Ну, это немножко тут крепость, вот так мы видим, Харьковская крепость, ну, это, конечно, такая инсталляция, ну, наверное, близко к реальности. Вот это первый верхний, это строк, который, я его называю, книги первого, не приводил наш, а вот это уже крепость, которая стояла, где сейчас есть наш центр, вокруг площадя, которые образовались, ну, и вот это, второе, это большая прогулка по центру, я показываю эту зачетно снесенную часурию, Александр Леонидовского, это была на площади, пролетарской площади, ну, в конце, пролетария, она как-то не гармонировала, ее снесли, и вот этот еще снимок, вновь построили, вот это, когда поминали лестницу, появилось вот это, как деколировали, это 30-е годы, как деколировали, у Сталин, видите, наверху, там, за штурвалом, тут вот, в иллюминаторе я пишу, из иллюминатора, несколько испуганных, вреду ли вожди второго плана, отсутствие волны за бортом, рождало ли в головах, нехорошие догадки, которые, впрочем, для большинства подтвердились, это вот такой снимок, который отражает, ну, площадь была очень оживленная, в отличие от того, какая она сейчас, ну, и вот это здание, это панорама голов, это тот ряд, который стоял на берегу, назывался фруктовый ряд, бикетовский, здесь было полотно, изображавший знаменитый сюжет головы, и такой тоже снимок живой, какой-то вот такой, здесь, кстати, виден, вот это, здесь виден мост Канбольский, который перед войной, мы недавно дискутировали, на эту тему, я считаю, что он перед войной исчез, а некоторые, я не согласен, но он действительно исчез, потому что после войны, до войны еще появился, в другом направлении, немножко, мимо дома Павлова, ну, и вот такой снимок, который, я тут вспоминаю, что у нас было судоходство в Харкеле, судоходство было, до войны, конечно, сейчас уже, Михаил не помнит его, и, честно говоря, я у отца своего спрашиваю, когда он еще живой, он там у меня 12-го года, но, он как-то не смог вспомнить, потому что, видимо, оно было все-таки, вот, то есть, по реке Харкеле, но было, было это судоходство, потому что, из-за этого судоходства, у нас снесли, весь фруктовый ряд, проектовской площади, чтобы сделать, вот эту знаменитую, нашу пристань, которая сейчас там, ну, главная, потом, после уже, значит, появился, вот, ласточка, которая сгорела, она работала кафешкой, и сгорела 1 апреля, 165-го года, и вот этот снимок, мне очень нравится, вот он, это снимок 50-х годов, люди постарше меня, и вот еще дом строится, уродный, который с ювелирным магазином, но это уже все, тут нет ни одного ряда, из четырех торговых рядов не осталось ни одного, два снесли до войны, два снесли полуразрушенных после войны, хотя по фотографиям, я думаю, что вот этот, особенно сергиевский, можно было неслить, но не мне летать, и после этого я перехожу там, на площадь, узнаете, да, это площадь, как она называется сейчас, Павловская, Павловская площадь, тут все, я описываю, куда все подевалось, это все совсем другие дома, тут, и сейчас этих домов нет, хотя Контурна, вот это еще до трамвайной эпохи, даже, наверное, может быть, ну да, до трамвайной, конки уже ходили, а вот она уже с трамвая, она так симпатична, ну здесь уже появились два этих больших дома, там в конце, Астория, то есть, красивая группа, намного красивее, чем сейчас, там она, забетонирована, наша незамызенность, вот такая она была, живая и красивая, трамвай, к народу, бродила, трамвай ходил сюда, трамвай ходил сюда, да, вот здесь, мне хотелось показать, это нашу речку, вот Стрелка, вот мост, еще один мост, который исчез, вот этот цыганский мост, по которому ходил, сначала ходила конка, до 19-го года, а затем ходил трамвай, ну, исчез, трамвай потом, вы помните, он после войны начал ходить, уже после, через рыбную нас, и вот этот дом, вот я хочу, описал, что это был, такой был проект, этот дом, где вот, на протеоне Омара, но так случилось, что как раз упал, что Сталин умер, и наша большая труба, с из-за шестого дня, но вот это из-за шестого дня, и дом стал совершенно безликим, и неинтересным, ну, вот так, так выглядел в момент, когда, в 25-м году нашу умеру, просто пристроили, мазили зимню, пристроили вот это здание, потом его переделывали, переделывали, ну, вот так, вот это, это здание, тем не менее, а вот это уже площадка институции, площадка институции, это еще, это старый снимок, 1800-1880-го года, еще нету биржи, еще нету клонки, еще нет вообще ничего из того, что сейчас есть, кроме того, что вот стоит вот этот дом, дом, который, поворот на Московский проспект, он еще не достроен, не надстроен на два этажа, это дом, который построил Данилов, а потом его перестроил Николос, вот когда был по Николосу, и раз. А вот это все, ничего этого не осталось, вот здесь был шар, дом со шпином, здесь дворец струна, здесь же Московский, и вот это уже площадь в 20-е, вот это биржа, замечательная красавица, биржа, гениальное произведение Михайловского, который, я потом скажу, как мы мне отношили к нему, и вообще к нему архитектуре, так вот, вот эту биржу, так как в трамвай надо было, он трамвай ходил сбоку, туда-сюда, с той трамвай, и решили по центру проложить, ну, биржу, естественно, снесли, ну, у нас под трамвай много попало, мы знаем, вот, в частности, это биржа, такой вот, в стиле, совершенно не, не похожий на остальные здания нашего сбора же, ну, и вот это, то, что я врыл, снос Николаяского собора на площади, вот так его снесли, вот так он выглядел, вот, неплохо, да, вот так он выглядел, и это был, в общем-то, главный наш собор, его, по-моему, в 30-м году, Городку идет в 4 утра, ну, его долго взрывали, там, не так просто, так что, это, а рядом стояла замечательная гостиница «Красный», она, конечно, «Красный» стала после революции, для этого она называлась «Метрополь», потому что это была главная площадь ну, тогда один из крупнейших городов Российской империи, здесь уже, здесь была на площадке Вольянское собрание, в общем, в центре города. Потом, еще один снимок, который возвращает нас дома, это «Звольянский пионер», который раньше был Вольянским собранием, который, как я, вот, смотрел, в принципе, тоже, наверное, снесли, после войны, он стоялся, не было крыш, у меня с этим домом связана одна история, с ним, конечно, у меня не могло бы связаться никаких историй, что я после войны родился, а вот я в сетях, когда я общался, мне пришло письмо от народного артиста Украины и России, Александр Дагаев, он написал, а он живет, ну, сейчас не знаю, честно говоря, уже тогда был, довольно, но если он в 51-м году стал народным, со спортом артиста Украины, то он может быть, пустяк, и он мне написал, что вот, вы не написали, что и, почему взрывали, а так, кажется, целая история, он говорит, я когда, а он, во мной эфир на Советский Киевар, Дзержинске, поэтому, у меня был вход в это, в Калибре, я там был свой человек, потому что мне знал, по-русски, Калибре, в отеле, и я, а так как я жил в доме на Римовской 6, в знаменитом доме Шипишевского, и я ходил в этот дворец Плина. Историю я знаю, как его взорвали, его взорвали наши, наши взорвали, ну, не весь дом, там был кинотеатр, и должны были офицеры, немецкие, естественно, они должны присмотреть какое-то кино. И одна, что-то, группа Старикова, по-моему, они, значит, уже все-то разложили, вот, а потом кино отменили. Ну, а со Старикова уже не согласовали этот вопрос, а он грохнул, и все. И, собственно, можно было не взорвать, толку-то с этого никакого не было. Вот так вот став, жертва несогласованности в действии противопротивующих сторон. И вот этот еще снимок, который много рассказывает, вот рассказывает, вот о чем. Он рассказывает о том, что наш городской дом, городсовет, вот выглядел вот так, сначала. И вот такой был дворец, который построил тот же Борислав Георгиевич Микововский, а потом его упаковали уже в 30-е годы, когда, ну, наша столица, и мы вот упаковались, вот вокруг надстроили вот это то, что сейчас имеем. Вот этот дом, а он в средине, он в средине есть. Если зайти туда, в правую часть, кому интересно, и там видно, что этот дом, дом таки старый. Вот. И тут, кстати, на этом снимке видим, еще мазин люкс, ну, это не люкс, это люкс, он тогда уже был, или не был. Сначала это был дом Рыжова, купца, который построили, и модельничка построила. Вот он двухэтажный, сейчас он какиеэтажный? Ничего, его так построили, что надо еще посмотреть, выглядит хорошо. Ну, для этого все. И вот это я все описываю, потому что люди в основном не знают, куда оно, откуда оно, куда оно делать. Или вот, скажем, спуск, он совершенно пустой, сейчас соборный спуск, да? От одного собора к другому спуск. Там был пассаж, знаменитый, Пасченко-Триатрин. Его, вот он тут все виды, внутренние, вот виды, как он разрушенный. Вот, дизайн, про этот пассаж мне отец часто много рассказывал. Я не понимал, какой пассаж, там сквер стоит, да, там был красивый такой пассаж, ароматный, ну, к сожалению, он действительно, вы видите, он разрушен. Был, конечно, восстановить такое уж, было весьма сложно. Ну, и дальше я вот это закончил прогулку по центру, она там большая, там и по детству только кусочки, потому что и по университетской, и по всем нашим там перевозочкам интересным, там много чего интересного, откуда не взялись, вот откуда взялась, скажем, улица Квитка-Истравлянка, был Галяйинский перевоз, и кто такой Галяйинова, Галяйин был никто, потому что в основном жена его, она вышла замуж за Галяйинова, она сама, и потом, он умер, потому что он очень много разжал одея, он, наверное, не выйдет. И, короче, она стала там хозяйкой, и проложила себе вот эту тихую уночку, то есть, хорошую уночку, в самом тихом центре, вот, и там вот эти дома, которые она построила, они до сих пор стоят, это переглёсток Шляпанова Перемьевка, это, как он, Шалевский, да, и Галяйинка, и Собор, Успеневский собор, вот эти два дома, они понятны, что это старые дома, два они, они у нас такими большими окна, это были дома-магазины, вот она там развила большую торговую, внизу там были Галяйинские ворота, их несли, когда строили дворец труда, но это интересно, я там описываю этот перегулок, потому что он очень такой интересный, своеобразный, и там, какой ни дом ни возьми, и все, и вообще это был такой духовный, я бы сказал, духовный центр нашего города, в 60-е годы, там была такая своеобразная тусовка, блехаловка, там сыгрались музыканты, там вот, возле стены забора этого, собора, оттуда не работал собор, был цех, по-моему, у него на рекламу, я когда-то еще учился в школе, когда меня выгнали из-за школы, я перехали на учебнику, хотел там устроиться на работу, но мне не нравилось, что в церкви происходило, хотя там не было ни куполов, ничего, так вот там собирались ламухи, лангеты, вот все, которые начали, они там искали себе работу, на вечер, на два неделя, хотя у нас была тогда запрещена, и так вроде такая, ну она была запрещена, но разрешена, потому что она, музыкантам нужны были всем, и в рестораны, и на похороны, и как же без них, а у нас-то и жизнь состояла из ресторанов, и здесь, вот, и, значит, ну вот это, поэтому там по центру, она довольно большая прогулка, и довольно интересная, а вторая часть книги, это, вот я, значит, прошелся по некоторым знаковым местам нашего города, выделил, при вокзале, здесь мы по прямышке взгляд не задержим, а ведь с этих мест, 140 лет, 141-146 лет назад, началась новая история нашего города, сад Шевченко и парк Горького, не случайно, если подумать, а это действительно так, и что-то вспомнить, дворец Прохосочетания расположен между ними, площадь, наша самая большая гордость, и самая большая недоразумение, скрытое в сочетании двух ее названий, Дзержинского и Свободы, конструктивизм, здесь мы перед ней планеты всей, хотя и мало чего от него осталось, Хальковские клубы, дворцы, дома культуры, социализм на марше, это вам ничего про нам, это мы народы селые, общительные, да и куда нам было деться от этой самодеятельности, улицы Западетики, Садово-Поленковская, Рождественская, Кацарская, проваляемся, а мы проваляемся по-конторски, сейчас она не очень, но какое у нее прошлое, я выбрал конторскую, потому что я почти рядом родился в первой девятнадцатой жизни, на большой очерке прошел, но конторская, конечно, была интереснее, чем прошла очередь. И вот несколько фотографий, вот первое, это вокзал, вот это вот фото, это фото уже во время войны немцы, они очень любили почувствовать фотографии, вот они фотографировали сверху, там уже что-то разрушено, вот это все при вокзале, вот это видно некалепно, и разрушенный вокзал, и вот строитель, который нельзя было разрушить никак, потому что там вот такие трехлитровые стены и управление дороги, вот тут тюрьма, которая тогда еще была, сейчас объявляющее инвестрация, я ее помню, потому что я напротив не в тюрьме, а напротив в школе еще в 12-й, тогда она еще была, пускай, шло, вот, и вот сам вокзал, вот этот вокзал, с этим конкурсом, сейчас покажу, как бы выглядит, вот этот вынос на пути, сейчас подземный, тогда был такой конкурс, по типу как в Киеве, на вокзале, и вот он вот так выглядел, вот таким вот образом вокзал, потому что прибытие было здесь, здесь и береговое причальное, было тупиковое причальное, северное и южное, и береговое причальное поездо, но почему сделали так, очень думали много, большой поток пассажиров, надо было распределять, сейчас пассажиров мало, а тогда было 130 поездов в день проходило, начали с Харькова, и Харьков был крупнейший, это же практически как-то, что он был сформирован еще в царские времена, 8 направлений, огромный поток, дачные поезда, где что удивило меня, я когда прочел, что на дачные поезда, билеты продавали автоматы, я вообще-то покинул, какие автоматы вообще, в начале века, начал рыться, думаю, может сейчас еще и на мобильные телефоны, на ТУС, но не на ТУС, мобильных не было, это точно, автоматы были, какие они там, не знаю, водяные или, ну в общем, были, кстати говоря, по дачным поездам, это отдельная история, интересно, что не справлялись дачные поезда с потоком людей, которые ездили, мы в основном, да, высокие, там, Береха, Рыбатин, и в десятые годы был проект проведения дачного трамвая, и были выделены деньги, министерство финансов, которое находилось, это не в Киеве, а в Санкт-Петербурге, они выделили деньги, и в течение двух лет назад была построена трамвайная линия, дачного трамвая, которая бы соединяла Холодную гору, там, через Рыжов, там, Бермен-Годы, эту, Люботин, и это все за два года завязанность построили, и построили, наверное, но даже успели построить вокзал, в Люботине построили вокзал такой, с эстрадой, ну, там же Шикар-Гуд, если вы помните, в Питере, в этом, в царском сенте, когда первый жил в городе, с ружбой тоже, все поезда встречали с музыкой, но потом началась революция, которая дачники уже там были не предыла, и не для них было, в общем-то, вот такой был реставр, который разрушивал песнику, и вот так вот выглядела площадь, Привоциальная площадь, мне нравится, это сент, потому что мне нравится вот этот газор, газор, вот так симпатично довольно выглядела, я там еще описываю подробно, но она была, и она была почти 40 лет, это конная железнодорога, и это был основной вид транспорта долгами, с 82 по 2006, вот ничего другого не было, а на самом деле было всего лишь две линии, две линии, между, первая линия, это от вокзала на конный базар, то поначалу, она начиналась именно здесь, вот этот период, это где перекресток Красноармейская и Болтовскую шляху, и она шла по Московскому в центр, потом по Московскому проспекту спускалась вниз, там было два варианта, когда ехать до полного базара, было два варианта, один прямо на то район, где сейчас ЛТК Хельмс, а второй по конной улице, которая поедала на Хмельницкого, и вот таким образом, но потом думали-думали и сделали два ответвления, чтобы не думать, и так, и так, по собой. Вот поэтому я считаю, что было там полторы линии, а вторая линия была, ну сейчас я найду, я сейчас по этой первой проедусь, немножко проскочил, вот это до улица Полтавский шлях, до, тогда, и Клинославская, естественно, до прокладки еще трамвая, конной железной дороги. Еще нет ничего, нет этих рядов, тут только, привезли, стоим материалом. Но зато, зато можно узнать кое-что, можно узнать, что вот этот дом на месте стоит, немножко там, Зуроков, либо, это дом, Кузин, этот дом, вот это был Клингородок, первый Клингородок в Харьке, потом он отсюда переехал на самую выдачу, А здесь вот это здание осталось, вот это здание, которое заслоняет смесенную Рождественскую церковь, это была аптека первая, построила известный архитектор наш сам Ярославский, который все это построил вообще. Ну и собор, конечно, он неудачно, стоял он на перекрестке улицы Рождественской и Конторской. Ну потом в Рождественскую перенимаю в Энгельце, а Конторскую Красно-Октябрь, ну где же там собор, это Контор-Иградский, естественно, снесли. А хотя улица долго называлась Рождественской, уже время, но сейчас, наверное, опять переменусь обратно. Ну и вот это мы поехали, значит, а теперь мы поехали от вокзала, едем и попадаем на вот этот собор, который не снижен. Это был Дмитровский, Дмитровский храм, Свято-Дмитровский, который сейчас восстанавливает, я не думаю, что они восстанавливают, такими тябрами в России вообще я не заставлю, то есть вот они там один купол за столько лет построили, и вот это еще замечательное здание, которое сейчас восстанавливается, и вот тоже, их параллельно восстанавливается. Это дом напротив, это был дом американской фирмы Треугольник, но вы помните, кто постарше, здесь был магазин турист, здесь был магазин консервы, но сейчас там нет ни туристов, ни консервов, сейчас там что-то там делают, можете восстановить, например, вот это вот, бездель, этот сверху пытаются восстановить, а теперь вернулись к трамваю, этот трамвай проходил здесь, мимо бывшего Химесха, там стояла церковь, которую полосбили, а здание осталось, а второе время начиналось вот здесь, вот здесь, это вот это здание дворца Пионера, а раньше ветеринарный институт, вот это вот такая была конечная станция, дальше конка не ходила, хотя в сетях есть снимки, обсуждают, что там вроде реестры провозят, ну и дальше она через центр проходила, по сушкам, через центр перескакивала на москаленку, я здесь взял два здания, ну это церковь, которая в смысле при мне в 64-м году, взорвали ее, я как раз учился рядом в 59-й школе, но школу, слава богу, не заступила, а ее с лишним. И второе, вот это здание, которое совершенно уникальное, уникальное творение Гинша, это поликлиника, была первая глазная клиника Гиншмана, вообще это здание, конечно, не для этого строя, там давно построили его, но вот оно, вот, красивое, сейчас оно существует, ну так вот этого всего нет, то есть оно есть, вот без всяких башен, и в нем узнать вот это здание совершенно невозможно. Ну и в следующий у меня рассказ, это главная улица, есть в каждом городе, но в каком городе на главной улице находится движение с дорожной станцией, подвесная дорога и самая настоящая аэродрома, в которой летают самые настоящие самолеты, изготовленные тут же на этой улице. Конечно, это наша неповторимая самская, еще на ней находится аэродромная площадь, может быть, не самая большая в мире, но с теми самых больших наверняка самобаятельных привели. Наконец, на Суцкой есть два парка на главной улице. Ну вот это тут по паркам, я, конечно, тут очень бегло, потому что по паркам там это целая история. Ну вот, мне хотелось показать вот эту замечательную беседку, которая была очень популярна в 60-е, 50-е, 60-е годы. там играли в карты во что угодно и, в общем-то, это был такой, вот тут проходила знаменитая стометровка и она, вот эта часть этой стометровки, потому что напротив находился тоже знаменитый, ну, почти нахожий, театральный институт, ну, и вообще это был парк Шевченко, то она еще не была нашего Большого Пермого театра. Вот это снимок 55-го года, когда 159-го был университетом. Замечательное место, красивое. Правда, тут, конечно, есть другие виды. Ну и вот здесь, что за... Какой фасад был у сада Шевченко? Он состоял из дома Купейского собрания, вот здесь, потом здесь был Другой клуб, это самый угол Римонской и Сунской. Дальше рядом с ним стоял дом Рубинштейна, который построил Бикетов, и который очень похож на библиотеку Паралелки, я это тоже отметил, потому что не надо было, и который был похож не только на этот дом, но еще на один дом Бикетова, который построил на Бернатловской, но там он уже вот так обстроили, что там и не было дома. А за ним шло здание, вот это большое здание института Говороды Берис. Ну так, после революции Бернатловской 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 убрали, естественно, мы переехали в Сербию, здесь были какие-то педагогические институты, но потом это все сломали. Ну и парк Горького, вот это вот 25-й год, вход в парк Горького, сейчас не похоже, я здесь отметил одну вещь, мне просто было интересно отследить клумбу, отследить клумбу, клумба, которая начиналась вот таким вот, довольно безлик, потом появился вот такой агитата, потом появились вожди, потом вождь решил что ему хватит одного, потом появился Горький, когда вождя не стало, а Горький, а потом Белочка. Вот я тут и написал, народ подруговской вернули Горького, вернули на капли, оказалось, что не видит, за что на его месте появилась Белочка. Конечно, невоспитанные люди тут уже начали искать причинно-следственную связь между Горьким и с маленькой тупой Белочкой, неверно это все не пустит. Ну и, конечно, не мог обойти Стадион Динамо, который привыкает и к парку, который тогда был, как я его помню, в 60-е годы, еще в 50-е, это была, там кипела жизнь, там были прекрасный трек, прекрасный бассейн, дворец спорта Динамо, это дворец спорта, Стадион Динамо. Но этого ничего нет, трек там восстановлено вроде бы как, но жизни там пока нет. А жаль. Ну и следующий рассказ это конструктивизм, но это где мы находимся. Вот это у нас замечательный Газпром. Вид вот этот, мне очень нравится этот вид, и еще больше нравится вот этот вид. Это тоже немцы снимали, естественно. Вот здесь здание университета, оно совершенно не похоже на то, которое сейчас, но было построено в том же стиле, в котором был построен Газпром. Ну, это неудивительно, потому что Серафимов строил то и другое. Первый он с двумя ребятами, а второй с женой построили. Вот такое здание. Но, к сожалению, после войны его переделывали уже в стиле Сталинского ампира, потом там вообще был проект с башней наверху. Вот здесь должна была быть башня. Потом, когда башню отменили, он остался без башни. И еще одно здание, которое здесь на площади тоже имеет отношение к конструктивизму, это вот это здание, это так выглядело наше земство до революции. После революции его обстроили, ну, как у нас было принято. Обстроили этим конструктивизмом. Я написал, что он удивился, который Борисович Минку с архитектором Славнадмеси, в такой коллизии с его, случившимся с его детишем, заодно и лучше понял смысл чисто орденской фразы от двух больших разниц. Тут оно как раз очень хорошо было. Ну, по конструктивизму еще несколько примеров. Во-первых, непонятно, почему в стиле конструктивизма, который основной возможен был это жизневутверждение новых идей, построили клематорий, это трудно понять. Потому что значительно проще это отнести к гигантам, молодежь, и вот тоже после войны изуродов все эти пилоны, это все исчезло, студенты разъяснили, но все же этого нет, конечно. И вот это здание, которого нет, но которое могло бы конкурировать с Газпромом по значимости архитектуры нашего города, это театр Маса-Бузевич Веснина, вместе с братьем Весниных, проект был сумасшедший, ну, тогда еще Харьков был столицей, и в него не уехало, но что сделали? Это было сумасшедшее здание, сейчас там еще нет, здесь стеклана струя, а вот здесь вот стоит новая цепь. И так должен был выглядеть Докархемс в том варианте, как он был спроектирован, потом, как его изменили, уже продолжил. еще один раздел это клубы, клубы, я тут не мог обойти, клубы, не мог обойти, это вот, я почему поместил это здание, потому что, ну, кто его помнит, я его помню хорошо, уже опять же, я учился рядом в школе, одно название, что-то, клуб, театр, «Харший слаг», словечко. Вот, и, значит, вот этот, к сожалению, ничего, он там внутри есть, ничего не нормального, но построили новый фасад, и ужасно. Ну, здесь вот под клубом, конечно, что интересно, тогда надо было всех людей в клуб, потому что за народом надо было следить, присматривать, это вот открывались клубы, где легко было собирать людей, и там, это, мозги, и там, ну, милиционеры себе приватизировали вот этот, вот, он до сих пор ДК, это дом Алчевских, а дом Гоффмана и Дуэля, который построил знаменитый Егенцор, его отдали этим ребятам софтор, что вы же спросили себе подарок, вот такой, это тоже схемник, как и Четверска. Но, вот, меня интересует вот это здание, это, это маливня, четвертая маливня еврейская на углу Подольского, и, ну, кстати, на Подольском переулке. Там, вы еще знаете, она такая была красивая. Ну, вот, я сказал, что по нацелетным просьбам трудящихся преобразовали в клуб Кустарин. А чтобы Кустарин, среди которых евреи имелись в немало количеств, не вздумывалось, хотя бы по субботам использование здания по старому значению, его внутренний и наружный декор просто уничтожили. Ну, разницу он заметил. И тут в книге разницы есть, это я тут не поместил, там действительно большая разница. Ну, и, конечно же, синагога, ее тоже куда-то знаково пристроить. И в 1927 году главная синагога, даташняя столица Украины, была полностью показательно отобрана у верующих по требованию еврейского пролетария. Что же? Та еще была еврейский пролетариат, я себе представляю. и как они требовали, чтобы это... Ну, и... Да, и там образовали еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала. Слова, как не могу соединить, я к шкосовому, чтобы был еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала. Ну, трудно понять. Ну, было такое, смешное. Ну, вот еще два клуба, Делька Свячи, который вот так выглядел, ну, сейчас он тоже так не выглядит. И вот совсем уж Делька Строителей, который очень трудно узнать в том здании, которое сейчас есть. Там угол есть, там угол внутри. И по Конторской улице. Конторская улица хороша чем? Она тихая такая, она как-то в стороне. И там еще все сохранилось на уровне, наверное, 19 века еще. Большинство долгов. И... И что интересно, что улица, в том 19 веке, она была одной из таких ключевых улиц города. На ней очень много чем начиналась. На ней была первая, я же говорю, первая аптека. На ней был первый завод, который, настоящий завод, который был построен в Харькове. Это завод Красноярске 1870-го года. На ней было открыто, чуть позже, в 1973 году, построенное Михайловским здание, открыто первая конфетная фабрика. И та, которая, мы считаем, вот та, первая была открыта, она называлась фабрика, Кромский был владелец, она фабрика Кромского. Но в 1925 году приехала до Кромского, ей конфеты понравились, и переименовали. Ну, Кромский, Крупская, она соскучна, поэтому никто особо там не догадался. Думаю, что это просто фамилии поминали у Кромского. А Кромского уже нет. Сейчас эта фабрика исчезла, она там стоит разваленная, к сожалению. Ну, на ней можно кино снимать, как мы видим. Вот это, и на ней жила первая скорая помощь. Первый водопровод в Харькове на улице Конторская открывался. На ней, она еще славна тем, что на ней засветились четыре наши выдающиеся женщины с землячки. Это Шульженко, Дудинская, и Угримова. Они в танцевальной школе у Дудинской старшей обучались. Вот там на Конторской в седьмом обе дом стоит. Но вот они три народные артисты, действительно народные, по-настоящему народные, знаменитые. И балериной, правда, стала одна Дудинская, но ей так положено, она вышла. А уже одна стала знаменитой укротительницы, но аж уже оказалась. Ну и по контору. И дальше последняя глава это уже по этим, по архитекторам. Я тут протяжался по архитекторам. Буквально начал Ярославский Васильев. Начал, но они действительно начинали. Они войдем, сочинили, вспомнили, виртуру замечательную архитектурную сифонию города. Ну, интересно, что дома, которые они построили 200 лет назад, они существуют. Дом, вот этот Праганский склад, на Праганско-перилу, на площади поездки, да, там его все время переделывают, но он не притошен. Вот этот дом, к сожалению, на Плачковской зачем-то снесли. Но здесь вот эта колокольня, это он не дожил, но это он проектировал, Васильев. Варенское собрание в первом варианте его, вот вся эта детки, где-то в юность. Но они так и с тафетой. Они разница в 20 лет, Ярославский начинал, Васильев продолжал, а заканчивал тон. Тон это наш, он работал в Харькове, брат того тона, который построил в Москве в собор Христа Священного. После Васильев университет в Хулище спустя почти две взялся перестраивать Виктор Величко. Вот Величко, Виктор Валерианович Величко, такой оригинальный он был физио-учебного корпуса, учебного корпуса университета. Ну вот такие здания, вот это здание на университетской, вот это на Тринте, где возник природы, вот это стоял дом, где сейчас ничего нету, а лестница возник за стене. И управа. Ну у него очень много зданий, я тут просто показываю чуть-чуть земскому праву, которая была на Московском проспекте. И дальше у нас работал такой замечательный архитектор Овен Масултани, Гинш. Вот у него в основном двухэтажные дома были, ну самый такой заметный, это вот этот дом, Диалюкс, был по-натолюкс, ну тут еще несколько зданий, которые, вот это здание, которое было, и тут дома, ну дома тут, ну дома тут, какие-то, автормол, ага, Гершман, да, вот он этот дом, потом, ну, в общем, из Афериха дом, ну, следующий, еще один у нас, Афериха Юлия Семеновна Сауна, который по настрою у нас такие совершенно уникальные дома, ну, начнем с того, что он построил дом, замок на девичьей улице, на улице Девченко. Потом на Суцкой известный, тут еще вместо Шевченко временно указывают коровы, его человек, Каразин, ну и вот это дома, который, это еврейский, ну, малый театр, на набережной, который разрушил на реванину, и, ну, и, конечно же, Жопешевский, я написал, что сейчас, когда так, сниматься в Европе, сто лет назад, один приезжий архитект, там взял и построил, прямо у нас дома, а что вы хотите, он из Пащерписи, Александр Жопешевский прорубил одну Европу в нашем городе, он построил сумасшедшие дома, в Карькове за пять лет, это что-то невероятное, вот эти все дома, это не все, он 20 с лишним домов построил, все замены, ну, вот эти, возьмите, дома на Чеботарске, ой, на Энгельсе, напротив собора, тут вообще, и вот такие дома, это все ему, наверное, как тупо, и, к сожалению, была революция наступила, и он должен был эмигрировать, но он доехал до Крыма, а там встретил девушку, и поехал с ней в Москву, роковая женщина оказалась, и через 10 лет он с ней помер, потому что она живая осталась, он уже ничего не строил, вместо того, чтобы уехать, а его, как говорится, по-братим, с которым они проектировали, строили вот эту, с ним всю историю, Василий, он уехал в Нью-Йорк, и стал главным архитектором, этого небольшого города, в Америке, ну, и еще один спорт, который, я считаю, совершенно уникальный, я зашел на инженера, архитектный бизнесмен, вот это их дом, вот здесь он начинал вернуться, когда он получил несколько видов разорвания, был инженер и архитектор, он построил в Харькове очень много, причем он строил много, и не только в Харькове, на Сульску, у него только 8 домов, настроили, перестроили, вот это вот великолепный, Александр, и еще несколько домов на Мерниково, очень продуктивный был он, и жил после революции, и даже пережил войну, но после войны начал заниматься евроинской общиной, нашел себя заниматься, естественно, ну, вот этот самый дом, который, вы знаете, дом, красавец, ну, и, конечно же, Корниенко, печальная судьба его, вот он совершенно уникальный, и у него печальная судьба его домой, это театр Москобедия, это вот эта гостиница, вот это музей, который уже в наше время перекрасили, переделали, ну, в общем, не повезло, он еще кое-что, конечно, построил, но как-то ему не везло, он построил еще, по-моему, Синолу, вот это, наверное, на Кравцова, но и здесь тоже Синолу и не получили, ну, и Борислав Михайловский, который был городским инженером 30 с лишним лет, с 70-го до начала века, как раз когда Харьков становился вороном, когда проводили канализацию, электричество, это все, это влияние, и он это все, за все это отвечал, он был городской глава, строил мосты, ямы рыб, канализации, все дело, и еще строил прекрасный дом, а только на площади Советской Украины, конституции, он построил, я же расходил дом, дом для шоколадницы, там, где сейчас институт искусств, братский дом, пиржу, который снесли вначале, он построил дом, где вначале Советской наугу, это где был ресторан театральный, это все он построил, и он построил еще, на Гоголя построил костер, и в общем, и женскую гимназию на фейер-бах, на костях, в которых теперь построили химию, это все он, и что интересно, что интересно, в возрасте 78 лет, рассчитал на себя в марте следующего года уйти на покой, он обратился с прошением в городскому голове Погорелка о выходе в отставку и назначении пенсии, оставаясь в верном себе, закончил свое обращение фразой, наконец, относительно просила индипенсия, считая, мне лишним заметить, что вследствие расстроенного здоровья и преклонных лет обременять городскую кассу по всей вероятности придется очень недолго, и не обременил, 22 марта 1909 года Александр Георгиевич не стал, получается, что он все про себя в прошлом, получили, вот такие были люди, странные, ну и Бекетта, я даже не буду говорить ничего про Бекетта, потому что Бекетта, когда говорят Харькин, Бекетта, помоят его домов, все их знают, просто я показал, вот этот домик, который исчез, он для ряды, и вот два его неосъемленных проекта, это электрокорпус Копыли, он потом сделал другой проект, который сейчас существует, и вот этот проект, это дом Тепы, который должен был быть вот там, напротив Дома Бекетта, но его не сделали. Ну, я уже не буду больше говорить, тут еще одно, потому что я думаю, что уже все устали, это было за мной. Вот об этом книга, об этом книга, и, значит, я думаю, что продолжение будет в таком же духе, если даст Бог, красивый, здоровый, и, в общем, это все, все же, как я делал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.